Созданная Говардом Лавкрафтом, вселенная мифов Ктулху, это настоящий мир ужасов, в котором потусторонние силы вторгаются в нашу реальность. Зачастую на их пути оказываются самые обычные люди. В играх по этой вселенной такие обыватели становятся сыщиками и расследуют загадочные происшествия. Особники Безумия — это кооперативная игра, в которую можно играть как в одиночку, так и компаний до пяти человек. На несколько часов вы с друзьями примерите на себя роль детективов, которые расследуют паранормальную активность. В отличие от большинства игр по вселенной, здесь местом действия будет не целый мир или даже отдельный город, а всего лишь старинный особняк. Команда сыщиков, попавшая сюда, вначале не имеет даже четкой задачи и полного представления о происходящем. Им предстоит разобраться с мистическими событиями и определить курс действий прямо по ходу расследования. В кооперативных играх одному из нескольких игроков зачастую приходится взять на себя роль злого властелина. Ту или иную силу, которой предстоит остальная команда игроков. Так было и в первой редакции «Остыняков Безумия». Но во второй редакции игра совершила цифровую эволюцию. Теперь за это отвечает специальное приложение. Приложение «Mansions of Madness» доступно бесплатно на русском языке. В Google Store, App Store, Amazon App Store и Steam. Оно станет настоящим ведущим для вашей игры. Подсказывает стартовую расстановку. Будет вести повествовательную часть. Отвечает за поведение монстров и других персонажей. А еще в нем есть даже головоломки, которые детективам предстоит решить. Каждый ход в фазу сыщиков. Игроки могут действовать в произвольном порядке. У каждого из них будет по два действия. Они могут тратить их на перемещение, исследование помещений или на поиск улик. Ну и, конечно, на взаимодействие с местными обитателями. Если те настроены дружелюбно, с ними можно поговорить и выведать что-то интересное. Если же агрессивно, с монстрами можно сразиться. Результат части действий в игре определяется проверками. Вы будете бросать вот такие восьмигранные кубики, чтобы определить их результат. При этом характеристики вашего сыщика влияют на то, насколько он хорош в той или иной области. Рита Янг отлично выбивает двери, благодаря высокому параметру силы. А Карсон Синклер лучше справляется с обыском, благодаря высокой внимательности. После фазы сыщиков наступает фаза мифа. В этот момент монстры ищут себе добычу. Невинные обитатели спасаются от гибели и происходят сюжетные события. Самую большую напряженность в игру добавляют именно ход времени и находящиеся в особняке монстры. Сыщикам нельзя ни игнорировать свое расследование, ни полностью забывать о чудовище. В каждом из сценариев есть свои изюминки. Игроки будут двигаться по сюжету естественно и динамично, как в хорошем фильме. Нагнетается атмосфера. Начинаются таинственные события. Потом сыщикам нужно разобраться, что же именно происходит и где. После этого действие нарастает, пока игроки пытаются справиться со злом. Или же, если это не удается, хотя бы смягчить последствия. Во всем этом отлично поможет уже упомянутое приложение. В отличие от игрока-ведущего, ему не нужно рыться в материалах и выискивать нужную информацию. Оно быстро и качественно на ее подаст. И даже добавит немножко зловещей музыки. Отдельный интерес представляют собой механики игры. Чего стоят одни только двухсторонние карты заклинаний. На второй стороне находится побочный эффект применения магии неопытными чародеями. И заранее он неизвестен. Последствия могут быть весьма неприятными. Карты ран тоже сделаны двухсторонними. Ранения могут быть относительно безвредными просто ранами. Но если что-то заставляет вас получить их обратную сторону, они могут приводить к серьезным увечиям, которые заметно повлияют на вашего сыщика. И напоследок не забывайте о названии игры. В особняках безумия, конечно же, можно это самое безумие подхватить. В отличие от многих других карт, эту карту видите только вы. Она может радикально изменить для вас игровые правила и даже условия победы. А остальные игроки тем временем будут сидеть в напряжении. Вдруг вы уже переметнулись на сторону древних. Не стоит забывать и о найденных уликах. Они помогут вам в решении головоломок или прохождении проверок. Главное — тратить их с умом. Еще одно несомненное достоинство этой игры — это совместимость с прошлым первым изданием особняков безумия. Поможет в этом вот такой вот набор. С его помощью вы можете использовать монстров и сыщиков из первого издания в ваших партиях. Подводя итог, особняки безумия, вторая редакция — это счастливый пример того, как в настольных играх может выйти достойно следующая игра в серии. Обычно такое происходит только в цифровых играх. Но здесь, за счет приложения, игра стала проще механически, но при этом глубже, интереснее и динамичнее. На этом все. Это был канал Бордгеймс Видео и Семен Пахтеев. Подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы всегда быть в курсе эволюции настольных игр. Пока! Бордгеймс Видео и Семен Пахтеев. Субтитры подогнал «Симон»! Бордгеймс Видео и Семен Пахтеев.